Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Красноярская зимняя универсиада сейчас является для нашей страны одним из самых значимых международных спортивных событий. И поэтому к подготовке универсиады сейчас самое пристальное внимание. В Красноярске с визитом побывал вице-премьер правительства Виталий Мутко, который и оценил, как сейчас мы готовимся к этому спортивному событию. И вот об итогах этого визита мы будем беседовать сегодня с моим гостем, исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края Юрием Лапшины. Юрий Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот на мой взгляд, по крайней мере, по моим ощущениям, это было, знаете, такое, вот впервые представители федерации проверяли не отдельные объекты, как они строятся, а проверяли такую комплексную готовность Красноярска к универсиаде. Вот какую оценку дали? Знаете, рискну даже сказать, что это была не только и не столько проверка. Вообще, Виталий Леонтьевичем мы ожидали не только как вице-премьера правительства Российской Федерации, но и как, если хотите, спецпредставителя президента по оценке готовности города и края к проведению этого международного события и по оценке тех мер, которые может предпринять Российская Федерация, дабы оказать поддержку в этой самой подготовке и проведении. Потому что, чего греха таить, контролеров, в общем, достаточно, а сейчас, после завершения целого ряда международных мероприятий и недавно закончился Чемпионат мира по футболу, людей, которые хотят по долгу службы проконтролировать, все ли у нас хорошо и правильно, достаточно много. То есть, внимание переключилось на нас? Ну, это же неизбежно, в общем. А есть вот это ощущение, что действительно теперь, ну, по сути дела, да, Чемпионат мира раньше нас затмевал, скажем так, ну, честно, да, он был как бы такой первый по подсчету, а теперь мы главное спортивное событие всей России, не только Красноярского края, всей России. Есть это ощущение? Именно так. Универсиада 19-го года в Красноярске – это из анонсированных сегодня последнее международное спортивное событие такого масштаба, которое пройдет в Российской Федерации. Да, позади уже и Олимпиада 14-го года, и универсиада в Казани, и уже упоминавшийся Чемпионат мира по футболу. Безусловно, знаковое событие, которое прошло на высочайшем эмоциональном и организационном уровне и фоне. И сейчас универсиада в Красноярске – это главное спортивное событие в России на ближайшие несколько лет. Вернемся к визиту все-таки, да? Вы говорили о том, что все-таки контроль осуществляется, и все-таки Виталий Мотко ожидался здесь не только как контролер, но и как кто еще? Как человек, который, понимая, как устроены организационные механизмы в Российской Федерации при подготовке такого рода мероприятий, сможет оказать действенную помощь и поддержку. Да, проконтролировать, да, спросить, что-то подсказать и посоветовать, но и где-то помочь. У нас же, помимо, собственно, строительства объектов универсиады, большое количество вопросов, которые впрямую влияют на успешность этого мероприятия. Не последний из этих вопросов, может, один из первых – это готовность города к приему гостей. Ни для кого не секрет, что последние несколько лет, скорее, по остаточному принципу работа в подготовке города осуществлялась. И то, что мы делаем в этом году, администрации города Красноярска, краевые власти, ну, это видно невооруженным глазом, это такая серьезная заявка, попытка преобразить город, насколько это возможно. Не только к универсиаде, но и для того, чтобы задать некую планку комфорта городской среды, к которой мы будем стремиться постоянно, стартовав в этом году, из года в год поддерживая и приумножая, если хотите, с тем, чтобы вот эта вот комфортность городской среды только развивалась. Это прям серьезный большой вопрос, который мы вчера обсуждали, и по поводу которого был принят целый ряд решений, в том числе по дополнительной финансовой поддержке бюджета Красноярского края. Каких, например? Ну, вы знаете, что было поручение президента Российской Федерации по выделению дополнительных средств из федерального бюджета в объеме 5 миллиардов рублей на подготовку города к универсиаде. Из этих средств на сегодня выделено 2,5 миллиарда, это предусмотрено законом о федеральном бюджете, но мы говорим о том, что это поручение нужно выполнить в полном объеме. И Мутко нас вчера поддержал. Мы говорили о том, какие направления должны дофинансироваться, какие в обязательном порядке должны быть выполнены. Это все касается подготовки города к универсиаде. Это благоустройство, это снос аварийного ветхого жилья, это придание городу иного облика, если хотите. То, что касается строительства объектов, разговор об этом тоже был, но Виталий Леонидович, как человек опытный и в части проведения такого рода мероприятий, и в части того, что он является сейчас вице-премьером, курирующим строительной отрасли, он констатировал, что здесь серьезных рисков в части подготовки спортивных объектов, сдачи их вовремя, проведения тестовых соревнований, значительных рисков он не видит. И это действительно так. С этой задачей можно констатировать, что мы справляемся. Все-таки, если говорить так, вот у нас какие есть явные успехи при подготовке, да, и какие есть, скажем так, проблемные точки? Ну, о явных успехах, наверное, будет уместно говорить после проведения универсиады. Я имею в виду на данный момент. Вот то, что мы действительно можем говорить, да, мы за это спокойны и мы не, скажем так, переживаем, но не очень. Ну, что касается строительства объектов, это 34 объекта универсиады, это объекты, собственно, строительства, реконструкции, капитального ремонта, то мы здесь идем в четком соответствии с графиком и ликвидировали все отставания, которые были в разное время по разным объектам. И у нас значительная часть уже введена, значительная часть уже поданы документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. И в августе-сентябре мы ожидаем массовый ввод этих объектов в эксплуатацию с тем, чтобы, начиная с октября, уже проводить тестовые соревнования. В этой части действительно мы считаем, что, ну, мы, если уж не очень успешны, то вполне себе работаем в графике в соответствии с теми обязательствами, которые взял на себя Красноярский край. Мы достаточно много сделали в части преображения облика города. Ничего подобного на протяжении многих последних лет в Красноярске не делалось. Это и уличная дорожная сеть, это и благоустройство, и озеленение, и архитектурная подсветка, и целый ряд еще решений, говорить о которых будет уместно все-таки ближе к сентябрю, когда мы сможем предъявить горожанам и тем гостям, которые приезжают в Красноярск, уже результаты нашей работы. Здесь мы пока говорим не о некой успешности, а мы говорим о том, что, так осторожно говорим, о том, что результаты должны быть впечатляющие. И мы их к сентябрю уже начнем эти результаты предъявлять. Есть еще масса вопросов, которые впрямую влияют на качество проведения, связанных с гостеприимством, с транспортным обслуживанием, с питанием. Над этим над всем мы работаем, тоже предполагаем, что до конца года соответствующие результаты мы получим. А проблемные точки? И удалось ли их обсудить, кстати? Ну, в основном проблемные точки и обсуждались, потому что по ряду задач, которые в городе надо выполнить, есть недостаток финансирования, а бюджет Красноярского края, на мой взгляд, все, что мог сделать в отношении подготовки к универсиаде, сделал. Достаточно сказать, что доля расходов краевого бюджета на проведение универсиады выросла в два раза доля расходов за время подготовки и проведения. И здесь уже без помощи Российской Федерации нам дорешать эти задачи будет достаточно сложно. Да, люди приедут в гости к нам, да, эта вся база в качестве наследия останется Красноярскому краю, но все расценивают, что мы сделали здесь все возможное и невозможное, и дальше нам нужна помощь Российской Федерации, которая нам вчера была обещана. Ну вот, основные проблемные вопросы, которые вчера обсуждали. Ну, а у нас же есть еще, вот вы все сказали, наследие универсиады. Должно уже сейчас волновать, в принципе, что мы будем делать дальше. И были предложения как раз по организации здесь и Центра подготовки спортсменов, и Школы Олимпийского резерва. Вот тем наследие универсиады возникало в ходе беседы с Виталией Владимировичем? Да, обязательно. Это тоже был один из важных приоритетных вопросов, которые вчера обсуждались. Действительно, есть поручение президента Российской Федерации о создании на базе построенных объектов в городе Красноярске федеральных учреждений, например, училища Олимпийского резерва для подготовки мастеров по зимним видам спорта. И это поручение в активных обсуждениях сейчас по срокам и способам его выполнения, потому что это дополнительные затраты для федерального Минспорта и дополнительная штатная численность, и внесение изменений в разные реестры этих самых учреждений. Но мы вчера принципиально договорились, что будем всерьез заявляться на механизм поддержки, который принят в отношении наследия Чемпионата мира по футболу. Вы знаете, что на Совете по физкультуре и спорту, который президент провел в Калининграде, принято решение в течение пяти лет поддерживать субъекты из федерального бюджета на содержание стадионов и объектов, которые построены к проведению Чемпионата мира. Причем поддерживать в значительной степени до 100% в первый, 95% во второй год. Мы вчера принципиально договорились, что мы заявляемся на этот же механизм поддержки для того, чтобы то время, которое потребуется для статуирования основных объектов под федеральные учреждения, мы это время относительно безболезненно прошли для бюджета Красноярского края, чтобы это не стало дополнительным серьезным обременением. Ну и даже не это, на мой взгляд, главное, а то, что все и федеральные чиновники, и чиновники от спорта, и руководители федерации признают, что созданная новая спортивная база в Красноярске, это, конечно, база федерального и международного масштаба. И она должна использоваться соответствующим образом. Это должны быть и этапы Кубка мира по видам спорта, и чемпионаты России, и разного рода другие спортивные мероприятия, часть из которых пока даже в задумках. Это, конечно, оживит и жизнь города, и сделает его более узнаваемым и привлекательным, если хотите, и вообще сработает только в плюс для Красноярска и Красноярского края. И вот это очень важная история с точки зрения использования наследия универсиады. Мы уже не говорим о том, что универсиада это вообще, даже из названия понятно, это такое институтское универсиадское событие, университетское. И значит, проведение универсиады и создание такой базы, наследие должно всерьез помочь развитию Сибирского федерального университета, его спортивной составляющей. Потому что, например, опыт Казани говорит о том, что доля спортсменов, участников сборных команд России от Татарстана существенно выросла после того, как во время подготовки к проведению универсиады серьезно усовершенствовалась база спортивных сооружений и тренерского состава в Казани и в Татарстане. Мы очень хотим пойти по этому же пути. У Красноярского края славные традиции в зимних видах спорта. Мы хотим эти традиции приумножать, в том числе с участием Сибирского федерального университета. Иван Анатольевич, ну вот мы говорим, понятно, да, федеральные центры, школы Олимпийского резерва, но позволит ли организация таких федеральных центров получить доступ горожан и жителей края к этим объектам? Мы же исходим из того, что то, что построено, никуда не переместишь и не сделаешь это прям совсем закрытым. Это будет работать на край, на жителей края и на людей, проживающих в городе Красноярске. Так все-таки на какую федеральную поддержку по итогам визита мы теперь можем рассчитывать? Точно, однозначно. Есть какие-то уже понимания? По итогам вчерашнего совещания, которое прошло в администрации в правительстве Красноярского края, есть протокол, который зафиксировал ряд поручений, в том числе поручения организационного и финансового характера. Мы с вами совсем не говорили о том, что есть вопросы, которые не требуют, может быть, финансового вмешательства, а требуют административных координационных усилий от федеральных чиновников. Например? Например, нам обязательно необходимо ввести до конца сентября текущего года международный пункт пропуска государственной границы в аэропорту Красноярск. Это целиком полностью история федеральная, там заказчик федеральный, и эксплуатант, и подрядчик, и средства есть. Но, как часто бывает, люди, которые этим занимаются, им проблемы универсиады в Красноярске, они не на первом месте, на пятом, на шестом, на седьмом. И мы, конечно, с ними встречаемся, мы, конечно, находимся в постоянном контакте, но разного рода организационные сбои возникают, что отодвигают сроки вправо. Нас это категорически не устраивает, только вмешательство правительства Российской Федерации может эту ситуацию поправить, и нам это вмешательство обещано. Мы полагаем, что пункт пропуска, мы введем установленные сроки, и тестовые мероприятия пройдут с использованием нового международного пункта пропуска в аэропорту Красноярск. Но это, кстати, выгодно не только спортсменам, это выгодно и всем жителям края, которые летают оттуда за границу. Конечно, безусловно. Это значит, что с этого времени все жители края, вылетающие за рубеж или возвращающиеся из-за рубежа в Красноярск, могут проходить в комфортной обстановке нового терминала все процедуры, связанные с пересечением границ. Ну и там ряд других. Поэтому уместно, наверное, будет говорить о конкретном перечне помощи, которую мы получим, и в смысле финансов, и в смысле организационных и координационных мероприятий после подписания соответствующего протокола. Но поверьте, он достаточно обширный. Спасибо большое за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию. И будем надеяться, что то, что сейчас мы с вами здесь обговорили, оно действительно появится на бумаге, за подписями. И мы действительно получим эту поддержку, потому что нам необходимо. И у нас совсем немного времени осталось до университета, буквально полгода. Так и будет. Спасибо вам. Спасибо большое. Юрий Лапшин, исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края, сегодня был у нас в гостях. Всего доброго. До встречи.